Дорогие друзья, я всех приветствую себя на канале. Добро пожаловать в Канаду. Сегодня мы с вами идем в магазин Юникло, потому что все-таки, все-таки уже похолодало. И где же можно уютно, комфортно и не очень дорого, ну это еще вопрос, утеплиться, как не в Юникло. По поводу не очень дорого, вот, кстати, кашемировые свитера появились в Юникло. Вот, чистый стопроцентный кашемир по 160 долларов, помнится мне, еще совсем недавно они стоили по 100 долларов. Но, что теперь вспоминать, былое, как бы, что было, то прошло. У нас другая реальность, другие цены, и с каждым годом они поднимаются. Я это говорю в каждом видео про Юникло, особенно почему-то это видно в магазине Юникло, вот как выросли цены. Ну вот так, что делать. Значит, кашемировый свитер сейчас стоит в магазине Юникло. 160 долларов в женском отделе, до мужского мы потом доберемся. Я вам, кстати, покажу. И хочу вообще сказать, что много интересного я нашла в мужском отделе, но об этом потом. Вот эти свитера, тоже часть из них, по-моему, кашемировые, просто там более яркие цвета. Вот эти свитера, по-моему, просто чисто шерстяные. Я не очень помню цену. Сейчас, наверное, я сниму, покажу. Да, они стоят по 50 долларов, и это не чистая шерсть, потому что за 50 долларов у них сейчас свитера не шерстяные. Шерстяные стоят 60. А вот эти кардиганы, я вам уже показывала, мне очень нравятся. Они тоже их делают практически каждый год, и я с удовольствием их примеряю. У меня даже один есть. Я как-то купила, и вот ношу с удовольствием. Вот это тоже новое. Это такие кардиганы, вязаные резинкой, большие, объемные, уютные, с карманами. То, что надо на осень. Я взяла его в примерочную. А в видеопримерке будет следующее видео, потому что очень много получается. Очень длинное видео, я их решила разъединить в два видео. В конце этого видео я примерю парочку пальто. А уже примерки примерочные будут в следующем видео. Так вот, вот этот кардиган я взяла с собой в примерочную. В нем не очень много шерсти. Есть там какой-то процент, по-моему, 9 или 8 процентов. Но это такой стандартный состав сейчас в Uniqlo. У них либо чистая шерсть, либо намешана какой-то синтетики. И где-то 8-9 процентов шерсти они добавляют для того, чтобы какая-то была, какой-то процент шерсти. Пуховики, ну про них я расскажу потом. А вот это я подошла, там висела на вешалке такой, знаете, не то пончо, не то какой-то шарф, который большой, объемный, но который такой застегивается на пуговицу. Нет, не шарф, не могу вспомнить слово. Не пончо, а такое, знаете, как просто такая вязаная шерстяная ткань, которую можно вот так вот накинуть на себя и застегнуть на пуговку. Это будет как накидка такая. Вот они из разных цветов. Есть вот такие красно-бордовые, есть там синий-черный, черно-серый, в общем, вот такое что-то. Эти платья вязаные, трикотажные, я не помню, по-моему, еще не примеряла. Они из новых, может быть. Но я не взяла его в примерочную в этот раз. Я взяла, похоже, свитер. У них есть еще вот такие же свитера, как вот эти платья. Девочки, состав и цену я не озвучиваю, потому что у меня на, когда я делаю озвучку, у меня маленькие экраны, у меня не видно. Но я думаю, что вы сами можете разглядеть и увидеть состав. Я довольно медленно пыталась снимать. Вот эти платья я тоже примеряла. Помните, вот этот сарафан в прошлый раз. А вот это платье, которое я купила, вот оно одно последнее осталось в магазине. Я думаю, что оно, наверное, сейчас стоит дешевле. Оригинально оно стоило 39, я его купила за 29. Наверное, сейчас оно еще стоит дешевле, как раз мой размер. Но я уже его купила и очень с удовольствием ношу. Носила, когда было тепло. Оно 100% хлопок. Вот новые платья, которые появились в Uniqlo. Хотела что-то сказать про них. Но кроме эпитета «Сиротские», у меня не возникает с ними больше никаких ассоциаций. Ну, совсем как-то прям, ну уж совсем. Знаете, Uniqlo, конечно, это такая базовая одежда. Очень такая, очень базово-минималистичная, я бы сказала. Но это как-то уж совсем как-то так. Можно, конечно, как-то это обыграть. Вот этот такой желтенький. Они из двух видов. Вот это желтенькое в клеточку. Оно короткое внизу с валаном. А те были такие приталенные на пуговицах. Расцветочка такая веселенькая, конечно, но что-то у меня не возникло желания пока его примерять. Может быть, как-нибудь я примерю. Вот они есть такие желто-серые, черно-белые. Вот этот такой синий-зелено-бежево-розовый. Вот еще черно-белый. Ну, в общем, видите, такие стандартные расцветки, как таких мужских клетчатых фланельных рубашек. Вот они сделали вот такие вот платья. Это, по-моему, не коллаборация. Это просто вот Юникло делает. Ну, и выглядят они как-то так себе не очень. Куртки. Появилось много курток и пуховиков. Длинных и коротких. Вот это тоже. У него хороший состав, в смысле наполнитель. Пух-перо. Не синтетика и не синтепон. А вот пух-перо. И стоит оно, соответственно, так не дешево. Эта курточка очень коротенькая. Вы видите, вот по длине рукав. Я даже не стала ее мерить. Но вы понимаете, что если вот рукав ниже, чем нижняя часть куртки, то представьте, где кончается ваш рукав. И он где-то на уровне бедра. То есть это будет чуть ниже талии. В общем, как-то так. А вот эти пальто я тоже в прошлый раз показывала. Я подумала, что это другие пальто, потому что те были с поясом. А эти я решила, что без пояса. Но на самом деле это те же самые пальто. В них тоже вот что-то такое. 8% шерсти или что-то такое. Они стоят 180, по-моему, долларов. И они с поясом. Я просто не поняла, вот так вот они висят. Что кажется, что это просто прямое такое пальто. Подкладки у него нету. Это просто вот пальто из ткани. Без подкладки. Почему не сделать подкладку, я не знаю. Конечно, я понимаю, что это удешевляет процесс производства. Но, да, но все-таки как-то все-таки пальто с подкладкой, ну, как-то, мне кажется, больше может быть использовано, чем вот такое совсем тонкое пальто. Это какие-то, ну, как бы тренч, по-моему, это называется. Или такая длинная куртка. Она совсем легкая. В ней нет никакой подкладки, ничего не проложено. Просто вот ткань. Она довольно длинная такая. Хорошо так ниже колена. В ней есть капюшон. Они из нескольких цветов. Вот такая темно-зеленая. Потом есть черные они. И такие темно-серые, по-моему. Стоит она не дешево. 129 долларов. Значит, в ней они пишут, что она сделана из какого-то специального материала. Не промокает, не продувается. Ничего с ним нельзя сделать. Вот, хоть режь ножом, рови зубами. И ничего ей не будет этой куртки. Я ее расстегнула. Она тоже, видите, без подкладки. Вот просто ткань. Сама ткань. Вот эта плаща. Не куртка, это плащ. Он длинный. Много всяких деталей. Карманы. На рукавах какие-то хлястики. Внизу какие-то вот тоже такие. Видите, на кнопке так застегивается. Внизу нижняя часть. Потому что можно расстегнуть. Он будет немножко пошире, этот плащик. Капюшон. Удобная вещь. Я думаю, что это хорошая удобная вещь. Для не очень холодной осени. Просто на дождь и так далее. То есть удобно. Ну и эти уже ставшие знаменитыми в кавычках юникловские шубки Тедди, так скажем. Ну такой закос под шубку Тедди. Плохо они их делают. Мне они очень не нравятся. Я сегодня много критикую Юникло. Но на самом деле вы увидите потом на примерках, что я нашла довольно хорошие свитера, симпатичные вещи. Вот эти шубы Тедди. Потом это у них такие, как кофты, курточки такие из флиза, теплые. Такие на пуговичках разных расцветок. Такого фасончика а-ля Мао Цзэдун. Это куртки вельветовые. У них, кстати, вообще очень много вельвета. Вот были брюки, помните, я примеряла вельветовые. Вот сейчас куртки вельветовые. Тонкая такая, как ветровка, типа джинсовой куртки, но сделанная из вельвета. Несколько цветов. Они из бордового цвета мне понравились. Такой красивый бордовый цвет. Но вещь простые, особенно без... Ничего у них такого нету. Стоят они сейчас не очень дешево. Так что будем ждать распродажи, если кому надо. Я думаю, что стоят. Ну и пуховики. Вот пошли пуховики. 200 долларов. 200 долларов стоит короткий, вот такой совсем короткая куртка-пуховик. Они тоже сделаны хорошо. В том смысле, что утеплитель у них не синтепон, а тоже пух-перо. Ну поэтому и цена такая, конечно же. Они есть в нескольких цветах. Есть более длинные. Вот эти вот немножко подлиннее. Те прям совсем коротенькие. Прям чуть-чуть закрывают попу. Этот подлиннее. Он где-то до середины бедра. И есть вот такие вот длинные пальто. Прямо уже такие пальто-пальто. Значит, стоят они уже 250 долларов. Опять же, не помню, сколько стоили в прошлом году. Да это и не важно. Мне кажется, они где-то стоили 200, может 220. Да неважно, собственно говоря. Вот они появились сейчас. Вот первый раз, честно говоря, я увидела пуховики. Вот только сейчас. У них, вернее, были вот эти тоненькие пуховики. Курточки и пальто. Такие совсем тоненькие. А вот эти вот уже прям зимние-зимние. Такие толстые, с толстым слоем наполнителя. Тоже натуральный наполнитель, конечно, пух-перо. И в цветах у них, по-моему, есть вот этот черный, темно-серый, светло-серый. Я потом покажу. Я сняла. Ну, это такой стандартный. Я, может, примерю их потом. Я как-то в этом году еще не примеряла пуховики. Может быть, примерю. Хотя видео с прошлого года про пуховики абсолютно такие же точно. Поэтому можете посмотреть мое прошлогоднее видео. Разницы нет. Юбки вельветовые, коротенькие на пуговичах, бестолковые совершенно. Ну, для нас, для меня, для нас. Дам взрослых, ну, не для всех, может быть. Ну, как какие-то они детские совсем. Вот, опять же, вельвета много. И вот эти вот свитера, которые я снимала платье в начале, да, вот точно такой же вязкий свитер есть. Видите, они красные, синие, белые. Я взяла его в примерочную померить. Мне было интересно, я там про него расскажу потом поподробнее. Да, вот еще я вокруг походила, поискала, какие еще есть цвета пуховиков. Видите, вот тот был черный. Вот это такой темно-серый цвет. Цвета хорошие, практичные. Здесь цвета курток. Значит, вот они серые, такого зеленоватого цвета. Такой, знаете, светло-зеленый. Я даже не знаю, как этот цвет назвать. Не приходит в голову сейчас сразу. И такой бледно-розовый. А длинные, видите, пальто есть еще светло-серые, вот такие. Ну, знаете, цвета неплохие. Я должна сказать, что для пуховика, в принципе, это нормальный, обычный, стандартный цвет. Черный, темно-серый, светло-серый. Это то, что вот у нас в ходу и то, что у нас идет. А яркие куртки, это мужские. Вот представляете, да, что в женском отделе цвета такие более спокойные и базовые, а в мужском отделе цвета поярче. Ну, да, в общем, наверное, это правильно. Я не знаю. Ну, вот просто факт. А это свитера в мужском свитере, чисто шерстя... Ой, свитера в мужском отделе, я заговариваюсь, простите меня. Чисто шерстяные свитера, которые по 50 долларов стоят. И посмотрите, какие расцветки яркие, красивые. В женском отделе я таких расцветок не видела, шерстяных свитеров. Желтый такой, оранжевый, оранжево-красный, красивый голубой, красивый зеленый. Есть и спокойные обычные цвета, серый, бежевый, коричневый, черный, в общем, как надо. А есть вот такие вот красивые цвета. И стоят они по 50 долларов в женском отделе шерстяные свитера. Стоят 60, почему-то дороже. А вот кашемировые мужские свитера стоят дороже. Чисто кашемировые мужские свитера стоят 200 долларов, женские 160. Почему, не знаю. Почему я уникло решила, что мужские свитера будут стоить дороже в этом сезоне. Может быть, качество немножко получше. Есть тоже очень красивые цвета. Есть очень спокойные базовые цвета. Но есть вот такие вот голубые, зеленые, такой морской волны. В общем, красивые цвета. Но я вам хочу сказать, 200 долларов для свитера в Юникло – это много. Даже для кашемирового. Я, конечно, не знаю, но вот я помню из прошлого года, что у нас, в принципе, за 200 долларов, ну, то есть можно купить кашемировый свитер, мужской и женский, дешевле. Намного дешевле. В других магазинах, более дорогих, они продаются дешевле, чем в Юникло. Я не знаю, с чем это связано. Ну, вот то, что есть, такой факт. Вообще, свитера в мужском отделе мне понравились. В том смысле, ну, вот как женские. То есть мне давно говорили про мужской отдел в Юникло, что туда стоит сходить и посмотреть, что там есть. Вот в этот раз я зашла, мне просто привлекло внимание мои красивые расцветки свитеров. И я вот так вот повелась-повелась на эти цветные тряпочки и уже стала бродить по мужскому отделу. Нашла вот разные всякие свитера. Они совершенно, в принципе, юнисекс, я бы сказала, потому что нельзя их назвать мужскими. Я взяла в примерочную несколько мужских свитеров. Ну, один точно, я сейчас вспоминаю. Один точно. И я вам хочу сказать, что по размеру они вообще ничем не отличаются от женских. Я немножко была удивлена этому, потому что я примеряла размер large мужской. Я не могу сказать, что он очень большой. Он вообще даже ни разу не большой. Ну, может быть, это вот шерстяные свитера, у них такие маломерки, а более синтетические у них побольше. Но, в общем, если вам интересно, то вы вполне можете загулять в мужской отдел Юникло и посмотреть. Там свитера очень симпатичных расцветок. Вот пальто, которое я примеряла. Вот эти самые пальто, которые я думала, что они без пояса. Они на самом деле с поясом, просто пояс завязан сзади. И не видно так вот, когда на вешалке висело. Когда я стала примерять, то я поняла, что есть пояс. Это размер large я примеряю. На мне надет жакет, поэтому как-то не очень удобно было мне примерять. Вот я его завязала на пояс. Может быть, мне можно было и medium, просто вот на жакет, ну и, наверное, на толстый свитер лучше размер large. А это размер medium. Это такая коротенькая пальтишечка, расклешенная, такая широкая, веселенькая. Тоже без подкладки. Совсем легкая такая. То хоть длинная, а эта короткая. Ну, это такой совсем тонкий плащик на совсем теплую осень или весну. А, конечно, на холода его никак. Тем более, что там все поддувает, потому что оно такое клешненькое, такое, знаете, игривое. Но оно большое. Вот эти вот пальто довольно-таки большемерят. Вот medium я примеряю. Правда, пиджак сняла, жакет свой, поэтому на мне так оно прямо очень свободно. Ну и у него фасон такой свободный. Оно должно быть такое объемное. В принципе, это удобно. Можно какой-то свитер большой примерить. Так что вот так. Все, девочки, примерки будут в следующем видео. Вот небольшая затравочка. Все, до следующих встреч. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok